Привет! Я сегодня снова к вам с просмотром накопилась, насмотрела, несу. И сегодня я несу исключительно сериалы в таком более привычном, условно европейском формате. Насмотрела Мадам Блан, второй сезон. Мне по-прежнему с ними комфортно. Главная героиня остается в городе. На такой маленький город у них как-то уже очень много всего происходит, но тем не менее есть приезжие проблемы с приезжими, есть местные, тоже не все-все гладко. И наша главная героиня помогает эффективно каждому из запросивших помощь. Ну и не сильно запросивших, но так или иначе она оказалась связана в какую-то историю, и что-то в этом все дело. Мне она по-прежнему нравится, нравятся многие герои, нравится этот городок, нравится цвет кадра и вся атмосфера маленького французского городка, вроде бы курортного. Формат расследований примерно тот же. Не буду, естественно, вам пересказывать по-серийно, но есть некий такой сквозной сюжет, на котором долгое время герои не очень-то подозревают. Кое-кто жаждет отмщения и какие-то кузни в адрес главной героини строит. Ну и понятно, как-то это все разрешается. Если любите такой формат в таком стиле детективы, вам понравится. Но тем более, если вы смотрели первый сезон и вам нравилось, вряд ли второй так уж сильно отличается и будет как-то уж некомфортен, неприятен. Досмотрела вам первые средние полосы, второй сезон. Кстати говоря, межсезонную новогоднюю серию я тоже видела. Галкин, по-моему, отлично вписался в этот сюжет, в эту историю. Жалко, что продолжение с его участием, естественно, ждать не приходится. Я тут недавно в другом контексте пыталась вспомнить хоть какой-то хороший русский фантастический проект. Не обязательно сериал, фильм, что-нибудь. И осознала, что на мой вкус, ну, возможно, я просто не все видела. Вампиры средней полосы один из лучших. Если не самый лучший, по крайней мере, это то, что я, в принципе, смогла вспомнить. Даже если изначально они пытались сделать некую такую кальку, что мы делаем в тени, тем не менее получился самобытный, аутентично, что ли, проект, история. Во-первых, актеры играют, и на них не стыдно смотреть. Нет ощущения, что они очень стесняются вот этой странной роли. Но деньги важнее. Здесь как будто бы все вписались. Ну, вы же знаете, что, во-первых, замена была у главной героини из-за вот происходящих событий. Актриса ушла из сериала. И, видимо, по какой-то сходной причине убрали Ивана. Если помните этот московский поддущийся следователь. Либо он еще что-то утворил, потому что арку быстро, так довольно скомканно закрыли, не показав человека в кадре ни на минуту, только фоточка его, по-моему, была. Так что явно не присутствовал. И явно неспроста. А так, фантастическая тема отлично легла на отечественные проблемы, и вот всю эту бюрократическую тему, и прочие, знакомые всем зрителям. И, естественно, остальной каст, тоже Стоянов, который такого патриарха играет, отлично вписался, и отлично всю эту компанию держит вокруг себя. Мне кажется, лучше, чем Ефремов сделал бы это. Не потому что Ефремов плох, а потому что вот та манера, в которой играет эту роль Стоянов, она какая-то более удачная, что ли. Больше спецэффектов. Есть там, Василиск появляется. Конечно, за Василиска им плюс. Довольно редкий персонаж, как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, потому что не видела. Но намалеван он, конечно, своеобразно. О, кстати, из, боже мой, из Дружинина получился такой тоже любопытный, маячный персонажик. Хорошо вписался, мне кажется. Пожалуй, что я бы чутка попридиралась относительно одного из новых героев, маленькой девочки, которая, естественно, не просто так девочка, не просто так маленький вампир. Во-первых, они там попытались какие-то дополнительные причины вампиризма придумать. Ну, с одной стороны, почему нет, но с другой стороны, надо очень следить за тем, как вы лор простраиваете, потому что потом сам себя запутаешь. И шуточки про бабку в ее адрес были довольно-таки неуместные. Не потому, что она маленькая, ее называют бабкой, а потому, что она ровесница этой их блондинки-вампирши. Забыла, как ее звать? Аня. Вот в этой версии ее зовут Аня. В смысле, вот на этом жизненном этапе. Ну, понятно почему, понятно, в чем прикол, но тем не менее, когда это постоянно повторяется, оно как бы, ну так. И опять же, с ней была такая сцена, когда с ней только знакомится эта вампирша, которая умеет слышать при прикосновении, непонятно, откуда у взрослого, но ментально взрослого вампира, примерно понимающего, что там на самом деле происходило, до того, как ее нашли, откуда у нее такая реакция, там такой чисто вопль фоновый. То есть ребенок, понятно, бы испугался, либо если бы что-то незнакомое, непонятно, тоже могла бы такая ужасная реакция. А так она вполне себе знала, что произошло, для чего она прячется. Для тех, кто волновался поводу Женька, как, например, я, тоже эту линию вполне себе оформили. Кому-то понравится, кому-то не понравится, но тем не менее, почему бы и нет. Ну, вот так вышли с самими же созданной проблемой. Не знаю, доберусь я до Карамуры, но вот эту историю вампирскую я посмотрела. И она хороша не только как некий сериал, но и как фантастический проект. Повторюсь, потому что Щука, не помню, как она будет полностью называться, но вот эта история про именили, про Щуку, очередная киноадаптация сказки, пересказ, видимо, сказки, которая вот сейчас где-то планируется, скоро, вероятно, выйдет трейлер, и, по крайней мере, гуляют на Ютубе, вызывает много вопросов. И даже не потому, что они Щуку сделали оборотнем, то есть в человеческую форму, а потому, что кадр опять напоминает некий балага, какие-то сплошные хихонькие-хахонькие кривляния, и потому, что непонятно, как свою работу видят художник по костюмам. И вообще художники, которые оформляли всю эту сказку. Как-то оно странно смотрится. Честно говоря, старые сказки Роу Птушко, когда по крупицам создавали костюмы, вот всех этих аниматронных, или как правильно называются, относительно того времени, кукол, всех этих чудовищ. В целом, выглядит стилистически лучше, красивее, а не вот этот балаган, который сделали. Так, это я отвлеклась, это мы не смотрели, возможно, когда-нибудь обсудим. Что по сериалам? Материнство. Не досмотрела. Бросила в конце первого сезона. Поясню. Казалось бы, британский сериал. Казалось бы, своеобразный, как это часто делают британцы. Местами такой черноюморный, наверное, у них так называется. Но мне как-то некомфортно было. Главная героиня – мать с двумя детьми и с мужем-идиотом, который, не знаю, где вот на фоне, то на работе он, то в каких-то развлечениях и отсутствует полностью. С очень странными придурошенными родителями, которые в одной из серий появляются. И вот она скачется теми двумя детьми, со школой, со школьным комитетом. Она их впервые как будто бы видит, потому что до этого вроде как бабушка ими занималась. У нее, с одной стороны, раздражающая идея фикс, чтобы ее мать заботилась о ее детях. И о ней она категорически брать не хочет. С другой стороны, она, будучи человеком, который занимается организацией мероприятий, по ее словам, умудряется быть настолько потерянной, что ли, настолько... Я не знаю даже, как это сказать. Она как будто бы в каком-то таком тревожно-растерянном каком-то состоянии находится, что мне просто физически некомфортно было на это смотреть. Хотя, судя по отзывам, сериал многим нравится. Ну и все вот эти внутренние родительско-комитетные штуки. Ну, возможно, кто-то из вас рискнет и зайдет история. Не знаю. Если понравилось, пишите, что понравилось. Мне как-то совсем тяжело мне было смотреть на все эти ее страдания. Такой какой-то хаос в голове был. Не сериал, ТВ-шоу про голые свидания. Называется Naked Attraction, то есть какое-то голое притяжение, видимо, да? И, насколько я знаю, первый сезон в России тоже пытались снимать. Хорошо, что не вышло, честно вам скажу, потому что это не тот формат, который можно вот так вот запросто вводить в, как я это называю, постсоветское пространство. К сожалению, у нас очень специфическое отношение к этому всему. И комментарии, которые я краем глаза где-то ухватила, пока искала постер шоу, забыв, как он называется, и собираюсь о нем рассказывать вам. Вот комментарии меня, ну, не знаю, я не скажу, что они позабавили, но как-то все понятно, но местами все это раздражает, местами забавляет, местами ужасает. Постараюсь как-то аккуратнее рассказать, потому как мало ли. Смысл шоу. Предполагается, что это шоу посвящено тому, как люди ищут пару. И пошли от обратного. Раз мы в одежде, значит, не находим себе партнеров каких-то интересных, давайте-ка мы без одежды. То есть начнем с того этапа, когда уже поближе вроде как отношения. Шесть человек в студии, в таких цветных кабинках, приходит один гость, и на серию их два, то есть два тура, две программы на серию. Два гостя разных, и вот компания на выбор для них. У каждой кабинки дверца поднимается снизу вверх, и постепенно, кадры я им, естественно, не покажу, потому что их блюрить надо, мало ли, и открываются тела стоящих в кабинках, и тела полностью без одежды. На последнем этапе раздевается человек сам. Не раздевается только ведущая, Анна Ричардсон. И, кстати говоря, на ней, по большому счету, это шоу и держится. Такая очень толерантная, возможно, экологичная дама, доброжелательно относящаяся к гостям, к тем, кто в этих кабинках, к тем, кто приходит и выбирает. То есть она, видимо, ядро этого шоу. На ней все держится. У меня-то пора верить, такое ощущение сложилось. И она же еще какую-то профитительскую часть озвучивает, то есть если вдруг что-то такое необычное всплывает в контексте истории, в контексте шоу, таким рисованной инфографикой, немножко движущейся, да, таким гивками, что ли, тема поясняется. Ну вот тоже просвет. И на самом деле, с моей точки зрения, шоу хорошо в таком, исключительно сказать, образователем, ну хотя бы в этом, наверное, смысле тоже, но и в повышении, наверное, толерантности. Мы, зрители, видим разные тела в разном состоянии, в разной форме, в разном возрасте. Формы этих самых запикиваемых, заблюриваемых органов тоже разные. И все это подается как норма. Люди разные. Кто-то в инвалидной коляске, кто-то нет, кто-то старый, кто-то молодой, кто-то толстый, кто-то худой, кто-то потянутый, кто-то нет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Разные, разные формы. Человек приходит с неким запросом, ну то есть таким очень широким на самом деле, и потом выбирает. Понятно, что гости так или иначе пытаются выбирать то, что они хотят, не озвучивая некоторые, возможно, нетолерантные вещи, какие-то оскорбительные комментарии. Хорошо, что не озвучивают, но при этом особенности личностные этих самых гостей тоже немножко видны. Понятно, что не каждый человек придет даже в такой свободной смысле обнажения стране, как и Великобритания. Не каждый придет и будет и себя демонстрировать, и как-то вот спокойно кого-то что-то как-то выбирать. То есть посмотреть на людей, понять, что это нормально, и кто-то, возможно, сидя по другую сторону экрана, подумает, что я тоже нормален, со мной все в порядке, и, возможно, я тоже кому-то пригожусь, заинтересую. Мы видим, что какие-то матчи с очень разными людьми, с очень разными телами происходят. Но при этом, как основная задача шел, на мой взгляд, это бессмысленно. То есть все хорошо, конечно, посмотрели на тело, подумали, но иногда люди соглашаются на вариант, не идеально подходящий им по каким-то фантазиям, желаниям, потому что в целом человек нравится, потому что есть какая-то другая часть в этом человеке, потенциальном партнере, который очень привлекает. И тогда выбирается кто-то нетипичный. Если бы они что-то с диалогом все-таки добавили, с какими-то темами, знаете, вот эти известные 40, по-моему, вопросов в каком-то Нью-Йоркском газетке были, потом они тиражировались одно время, переводные были тоже в интернете. Когда люди, как это сказать, реальности свои немножко так сравнивают, примеряют друг дружке, находят какие-то общие темы, узнают в конце концов друг дружку, то и найти какой-то контакт, какой-то интерес, соответственно, проще. Ну, тем не менее, шоу популярное. И если оно нормально смотрится вот в тех реалиях, то в отечественных и соседских оно смотрится так себе. И комментарии вот эти, с которых я начала очень, это все подтверждают. Как они могли? Так это же отвратительно. Они не спортивные. Да вообще они старые морщинистые обвислые. Как они вообще могли прийти раздеться? Это же стыд, позор. Это я вам практически цитирую. Это все отвратительно, некрасиво. Кто-то пишет, я визуал, женщина какая-то, и я люблю, чтобы все было красиво. Вот это может визуал и красиво, но, во-первых, сама постареешь. Неизвестно как. Во-вторых, в жизни бывает всякое. Такое ощущение, что следующий шаг будет предложение по-спартански откуда-нибудь там сбрасывать или где-нибудь замуровывать. Ну, такие люди. Люди в мире, в принципе, разные. И здоровых, красивых, подтянутых не так и много. И в конце концов, то, что человек весь из себя привлекателен, не значит, что он хорош как партнер в быту. Вот. Ну, шоу любопытное. Два детективных сериала. Во-первых, американский, называется Покерфейс. И он мне показался несколько непривычным по своей структуре. Во-первых, мы сразу знаем, кто преступник и что произошло. Она все это заранее показывает. А потом мы как бы возвращаемся и вместе с главной героиней, уже следуя за ней, что-то как-то в этой ситуации разъясняем. Главная героиня, в общем-то, никакой не следователь, ни полицейский, ни детектив-энтузиаст. Она женщина в бегах. Это, видите, я вам тоже с середины рассказываю. Главная героиня... Я забыла, как ее зовут. Слушайте, о, склероз. В общем, главная героиня. Вот ее фото. И ее кто-то, кстати, знает по какому-то тоже известному сериалу. Оранжевый. Я вам тоже постер вложу. Вдруг для вас что-то более знакомое. Она в каком-то смысле уникальный человек. За то, что она из детства имеет особенности. Может по человеку, глядя в лицо, даже необъяснимые для нее самой вещи регистрирует и сказать, врет человек или нет. То есть это как-то бесконтрольно. Ну, видимо, считывает какие-то мимические там моторные штуки, которые ей позволяют такие выводы сделать. Ну, выглядит как какая-то такая особая суперспособность. Но никакой фантастики. Только вот это допущение. Возможно, кто-то тоже так умеет. Но на самом деле мы действительно можем по мимике, по поведению, по каким-то таким микропризнакам что-то понять про человека, в том числе и про ложь. Но, возможно, не в такой только яркой форме. Она прозябает в каком-то казино, владелец которого, Эдриан Броуи, ну, в смысле, герой, которого он играет. И работает просто официанткой. Вроде как пыталась скрыться, чтобы ее никто не трогал. То есть ни про покер, ни про какие-то другие способы заработка в Лос-Вегасе человек, казалось бы, не думает. Был у нее там предыдущий негативный опыт ввязывания во все это. Ну, понятно, что в покое человеку никто не даст. И Эдриан Броуи пытается ее, в смысле, героеву, пытается привлечь к офере к большой манипуляции с состоятельным, очень странным человеком, о котором наша главная героиня случайно узнает очень нехорошие особенности биографии. И пытается человек, в общем-то, такой прямолинейный, что-то с этим делать, предъявить. И понимает, что это никому нафиг не нужно. Там случается череда несколько трагических событий, и она вынуждена бежать. Ну, собственно, от папеньки главного героя, которого, кстати, играет Рон Перлман. Много знакомых лиц, каких-то таких небольших, ролях гостевые, что ли. И забавно находить кого-то знакомого. И вот она едет где-то там по штатам, пытается где-то подработать, с кем-то знакомиться, такие случайные какие-то. Попадает в передряние периодически. И да, мы каждый раз с вами знаем некую историю, и потом наблюдаем, что происходит, как вынуждена главная героиня с ними разбираться. Для любителей теории Большого Взрыва есть сюрприз. По-моему, в середине где-то появляется персонаж. Вот этот. Забавно видит Гобарда в роли такого несколько нелепого, но тем не менее серьезного агента. Вот чтоб я помнила. Наверное, ФБР. Первый сезон к более-менее логическому финалу приходит. И вроде бы планируется второй, если не забуду, посмотрю. Пишите, если вы знакомы, если вы смотрели. Насколько я помню, довольно много хороших отзывов. Мне, в принципе, зашло. Мне понравилось. Мне он показался несколько необычным. Но и при этом такое дорожное приключение. Последний на сегодня сериал французский. Внезапно. У меня как-то довольно сложно с французским кино. Не совпадаем мы с ним, что ли. Иногда смотришь даже какие-то более-менее забавные истории. А я, как вы помните, любительница комедий и недопряжных историй. Так вот, с французскими как-то у меня не коннектится мозг. Не знаю. Как будто бы я их не до конца понимаю. Герои, сюжеты и вот юмор. Этот мне понравился. Несмотря на оговорки. Я, по-моему, два сезона отсмотрела. И планируется третий. Это я вам забегаю вперед, скажу. Главная героиня женщина. Гей 38. Она мать троих детей. И она тоже одарена. Так, как и героиня предыдущей истории, предыдущего сериала. У нее очень высокий IQ, как предлагают нам объяснения авторы сериала. И на самом деле обыгрывают это обстоятельство в названии. При этом она наблюдательна. Это тоже надо учитывать. И она очень успешно строит какие-то логические связи. При этом такая незашоренная, что ли, дама. Что позволяет ей успешно что-то там понимать и разруливать. При этом она довольно специфическая по характеру. Местами невоспитанная, вызывающая одевается и красится. Как только человек время находит с тремя-то детьми. И в быту она какая-то такая неулаженная, что ли. При этом в начале, это уже как бы упрек даже создателям. Она остается хорошей матерью, она заботится о своих детях, как умеет. А во втором сезоне у нее, по-моему, крыша местами подъезжает. То ли решили детей в кадр не брать, не напрягаться. Потому что младший ребенок очень маленький. Видимо, там какие-то, возможно, сложности с этим есть. И несколько разочаровывающая она там, по-дурацки себя местами ведет. Более ответственная она мне больше нравилась. Да, в общем, прикольно. Я с удовольствием посмотрела. По-моему, он довольно короткий. Небольшое количество серий в сезоне. И точно посмотрел третий сезон. Там что-то обещают с курортом. Возможно, она с капитаном. Которому грызла мозг на протяжении двух сезонов. Куда-то может в командировку куда-то отправиться. У нее своеобразные собственные родственники. Понимаешь, почему она такая. Но, тем не менее, местами дури многовато. Но прикольно. Мне понравилось. Вот. Слушайте, насколько информативно получается то, что я вам несу. Рассказываю. Кажется, я вместо аккаунта с рецензиями на Комнатки на поиски решила на канале все это выкладывать. Какие-то отзывы, короткие впечатления. Ну, короткие по мере возможности. Но, с другой стороны, канал же для того и существует. Я вам рассказываю о своем читательском, зрительском опыте. И иногда мы с вами что-то обсуждаем. Ну, или делимся с какими-то там идеями просмотровыми. Ну, вот. И сегодня все. До новых встреч на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok